Пушистой веткою своей Красавицу весну встречай И нежным запахом своей Весенний воздух насыщай Тысяча двести рублей? А за что мой муж остался вам должен? Он покупал у меня овес. Овес? У нас профессиональные, как вы заметили, певцы и профессиональные музыканты на сцене. И когда им дают какое-то задание, мы с Елена Асёновной ничего не понимаем. Давайте со второй цифры, а потом вот эта стаката у вас не получилась. На третий квадрат. Мы так переглядываемся, как будто мы вообще не из этого спектакля. Поэтому для меня самое трудное – это петь наравне с оперными профессиональными певцами. Это, в общем, ответственно и страшно. Сейчас уже этот спектакль кажется не таким сложным, как тогда, когда мы репетировали, когда играли первые разы. Взяла и спела. Как смогла. Это Саша репетировал. С оперным же певцом в дуэте поет, поэтому ему было сложнее. А я соло. Как могу? Начало спектакля. Потом, если это плохо и кому-то не понравится, то они после прекрасного исполнения Александра Фекристова забудут мое плохое исполнение романса. С честь имею предстоит сударня. Основной поручик артиллерии – землевалерец Григорий Степанович Смирнов. Погодите до послезавтра. Я не могу ждать до послезавтра. Послезавтра вернется приказчик из города, тогда и получите всю сумму. Во-первых, классика Чехов очень интересна. Во-вторых, актерский состав, конечно. Но «Золотую маску» стараемся всегда посещать, конечно, смотрим. Интересно узнать что-то новое, увидеть, как играют актеры. Каждый город – разный зритель, каждая страна – другой зритель. Череповецкий зритель очень теплый оказался, но не сразу. Мы так чувствовали, делились своими впечатлениями. Сначала очень осторожно как-то воспринимала публика нас. А вы еще петь будете? А, так вы нас в какую-то другую сторону ведете? Ну тогда, может быть, это не наш театр. Но потом как-то это все сложилось, как нам кажется. Дело даже не в том, что в конце принимали хорошо и аплодировались, даже вставали люди. Дело даже не в этом, а именно в сиюминутном восприятии, в сиюминутном понимании, слышимости, реакции. Но мы же это чувствуем, мы тоже не глухие, мы понимаем, как дышит зал. И вторая половина, во всяком случае, если будем честно говорить, не первая, а вторая половина, уже Череповецкий зритель был наш. Так как нам кажется? Не знаю, как зрителю кажется. Это уже вопрос. Последнее. Положительно. Положительно. Подборнейше благодарю. Восстание Редактор субтитров А.Семкин